Оставили граждан бесправных. А у тебя есть разве права там? Ну, написано, что есть. Набрали, что ли? Видимо, да. То есть, они хотят сказать, что полиция крышует управление Роспотребнадзора, а управление Роспотребнадзора крышует все остальные отделы Роспотребнадзора. Остальные отделы Роспотребнадзора крышуют магазины, так что ли? Вызывайте, говорит, полиция. Как говорится, убивают, а тут награждан опустят для любых. Принактивлений. Потребнадзора предправления. Стреляна и динамикация. Здравствуйте. Здравствуйте. Прием, да? Нет, у нас сейчас приема нет. Вот прием. Как нет приема еще? Все, нет. Приема-то нет. Нельзя, не шостряя. Почему нельзя? А вы кого-то позовите оттуда, раз туда нельзя от вас. Но вызовите представителей. Но вы представители, можете вызвать? Нет. Почему? Потому что у нас нет приема. Так это нет приема, я же не пойду на прием. А зачем вы пришли так? А вы в какой должности? Подскажите. Чтобы задавать такие вопросы. То есть я с ней, знакомый с неизвестной тетей разговариваю. Что это такое происходит? А чего вы закрываетесь-то? Сидит какая-то тетя, препятствует проходу в здании Роспотребнадзора. Представляться будете, тетя? Тетя, будете представляться? Вот, представляется охрана. Это аппарат, который мешает мне вызвать. Мешают тебе разгадывать сканворды? Или что? Вызовите нам кого-нибудь сюда. Выполните законные требования граждан. И введите. На каком основании я это должен сделать? Чего вы от людей-то прячетесь? Уже начиная с охраны просто. Вызовите нам сюда представителей. Будьте так добры. Не делайте глупостей. А зачем вы отрываете полицию? Вызывайте, говорит, полицию. Убивают, а тут награждан опустят. Они будут. Производство принято, наверное. Приняктивлений? Потребно назвать, исправили мы. Стрелянный длинный. Мешает. Как бы. Делизмонтировали вход. Делизмонтировали вход. Да. Что называется? Делизмонтировали вход. Четырех. Со съемкой незаконной. Ничего не делали. Проникновение, говорят. В какое отверстие проникли? Расскажи. На камеру на телефон. Ну и что добилось? А там не стоит такого. Что ты добилась? На ты там не стоит. А кто ты? Ты не представилась. А я не должна быть. Какая-то тетя сидит здесь, препятствует проходу граждан. Вы внутрь? Да. Вот права граждан были нарушены. Я поехали. Так а вы-то кто такой? Вы там с вами суфлируете сзади? Я не могу понять, с кем я общаюсь. В какой-то крестик. Это требование или просьба? Да, просьба. Вам отказана ваша просьба? Да, просьба. Подождите, там картинка нечеткая через стекло. Я не могу убрать. Не могу убрать руку. Она взяла себе, как шапку одела в видео, вот эту лампу. Ну, она будет как будто купол на башне. В общем, дело. Слушайте, ну вы же... Вот позорники Роспотребнадзора. Вы же для граждан. Мало того магазина крышуют, хотели об этом сообщить. В управлении Роспотребнадзора. А какая-то сторожиха, непонятно почему, отвлекает сотрудников полиции от непосредственных задач. Так, это ваши юристы штатные при управлении Роспотребнадзора или что, я не понял? То есть, они хотят сказать, что полиция крышует управление Роспотребнадзора, а управление Роспотребнадзора крышуют все остальные отделы Роспотребнадзора. Остальные отделы Роспотребнадзора крышуют магазины, так что ли? Строжиха тут еще. Не попадешь, ишь ты. Вообще офигеть надо. Оставили граждан бесправных. А у тебя есть сразу же права, Саня? Ну, написано, что есть. Набрали, что ли? Видимо, да. Просто не надо было ей делать проникновение, Саня. Подожди, какое проникновение? Я не изменяюсь своей будущей жене. Какое проникновение? Она уже опять наклеветала, озвучила свои мечты, какие-то влажные фантазии. Ты же проник? Где я проник? Я только побазарился не был через окошко чуть-чуть. Где я мне проник? Об этом уже история. Это будет другая серия. Она все врет. Она врет все, короче. Вы, а, вызовите кого-нибудь. Ну, оттуда из управления Роспотребнадзора кого-нибудь нам вызовете. Почему не имеете права? Почему не имеешь права-то? Права-то почему не имеешь? А что, тебя здесь много? Потому что у меня на руках чек и детская просрочка. Или ты одна здесь все-таки? А вам принесли улики? Роспотребнадзора. Это не идея, она же сторожиха. Она же только препятствует тому, чтобы мы туда вошли. В ящик не влезет эта детская просрочка. Кому я могу сдать? Кому я могу написать жалобу на магазин? У меня детская просрочка надо. Так а куда я ссуну-то? Кому рассмотрят? Сторож, который не пускает к ответственным лицам? Или что? Пригласите нам человека, который будет при этом рассматривать. И изымать продукты. Который ответит на наши вопросы? На вопросы граждан Российской Федерации. Вы за зарплату? У нас видео им принесли, как территориальные отделы крышуют магазины. Это нормально? Или что? Много вопросов. А мы приезжаем сюда, а здесь в итоге ведут себя как дармоеды. За все это время много вопросов. Одни подглядывают очкошники через окно. Другие держат граждан здесь. Вместо того, чтобы дать граждан пройти туда и сообщить, кому именно нам нужно. Еще винтов отвлекают от непосредственных целей и задач. Бред всякий. Несут ментам по телефону. Как, не работает? Это внутренний телефон. Да я понимаю, я пытаюсь вон, 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 как они так найти. Руководитель номер дайте нам. Что у вас в списке висит здесь? Как позвонить с этого телефона? А для чего он здесь делал? Тогда висит. В смысле для меня? В смысле для меня? Ну-ка, красавица. Давай-ка оттуда, вот сюда, дотянись за этой трубочкой и набери номер. А я на тебя посмотрю, для меня лично. Для меня лично говорит этот телефон. Вообще рули потеряла, в крае борзела. Такой бред не стер. Ну, хватит уже позориться. Роспотребнадзор. Позорники. А же люди видят, увидят точнее. Проникновение. То есть есть единый консенсационный центр? Мешают ей здесь, ее четырехглазым лицом торговать. Мешают ей. Единый консенсационный центр. А, попробуй, набери этот номер. Пригласите нам человека, который придет сюда. Ау, алло, женщина или вы не женщина? Алло, хеллоу, мото. Аюто. Говорит, граждане совершили проникновение. Четыре человека причем. Проникновение. Мы обращаемся из Санкт-Петербурга. Мы пришли в центральное отделение Роспотребнадзора. У меня на руках детская просрочка. Также хотели с кем-то пообщаться по поводу того, что сотрудники Роспотребнадзора не принимают детскую просрочку. Даже при проверке магазина, когда им передаешь. И здесь буквально охрана отказывается кого-либо пригласить ответственно для того, чтобы пообщался с гражданами. А я в Санкт-Петербурге. Здесь есть некоторый респект. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге на прием сотрудники не работают. Я сейчас на цене. Я сейчас на цене. А мы тоже спросили. Мы спросили. Вроде бы. Может, до конца, правда, нам ответили. А вот спросите. Что она рассказала? Перекручивают? На кого это? Какой ты еще специалист? Отсюда. Не старала. Ведущий специалист. Просил ведущего специалиста, почему ты ведущий? В чем твоя ведущая? В должной. Узнаю него. Граждане хотят узнать. Граждане хотят, чтобы некоторые потуски из коллектива ответили за все это. Они же штрафовать умеют. Не подскажете? Смотрите, у меня письмо. Надо в какой-то ящик отправить, который у вас где-то здесь находится. А, вот это ящик есть, да? Вот что я сделаю. Имеешь предъявы, кем в ящик, и пошел вон отсюда, сказали они другими словами человеку. Понимаешь как? А то, что должна быть печать встать, о том, что они приняли? Вообще, я принял, приняли. О том, что они просто... Просто конченые, конченые. А потом никак не докажешь, что вы принесли. А потом не докажете, что вы принесли? Да, то есть они подпись не поставят, не заверят печать вам. Вахтерша, сторожиха, ментов вызвана на граждан. Офигеться, ждем ментов, менты сейчас приедут. Управление Роспотребподзора, по городу Санкт-Петербург. Да, это управление так работает, да. Я не открою. Не открываете? Ну, хорошо тогда сформится, с теми дамы. Ответа, когда они получат. Это Роспотребподзор. Не скажем, у кого, просто произошла внешташняя ситуация. Они провели специальную операцию под названием, под кодовым названием «Обосрались». А что мы им мешаем? В ящик таращиться мы им мешаем. Она сказала мне там, к телефону, что мы мешаем, как видите ли. Это у тебя работа или хобби в ящик таращиться? В чем мы тебе помешали? Она с наших налогов, за это деньги была. Горе-то наше гражданское. А, Горя, чем мы тебе помешали, скажи? Горе-то наше, ё-моё. Вадим Зотов, привет. Кошмар, помешали чем-то. Вон у меня микроволновочка там, чайник. Что мы, жрать и кофе пить помешали? Я не понял. Женщины, пригласите руководство, мы уйдем отсюда. Мы поговорим и уйдем. Кофе будет кто? Думаешь, она сделает? Ты будешь кофе? Мне кофе нельзя, мне давление. А чай? Чай? Чай можно, да. В Матаке есть чай? Давайте деливери сюда закажем. Пиццу закажем. Я вчера говорил, какая-то супервкусная пицца. Мало того, представители Роспотребнадзор, есть видеодоказательства, крышевали магазин. Помимо этого, еще и в Центральном управлении Роспотребнадзор просто вовнутрь не пускают. Вот предпальник есть. Ну, как приглашают. Кое-как получилось прорваться, но других граждан, они даже сюда не пускают, говорят, что у них внештатная ситуация. Но это, видимо, именно мы имеемся в виду, внештатная ситуация. Совершили уже ложный звонок в полицию. Чайный путь на протокол идет. А, сами. Походите. Походите. Если вас время отпустят. Надо позвонить. Закупали. Сейчас. Ну, как если это раз по три позов? Как еще можно? Можно попробовать. Давно бы уже пригласили сюда кого-нибудь. Ответственное лицо, которое бы вышло и с нами поговорило. Я свидану вас. Я думать, они вас услышат. Да нет, просто вот я даже не могу ни чек, ни товар сдать, ни заявление написать. Потому что не бумага, ни кто примет у меня это заявление. Вот я купил детскую просрочку почти на этот магазин. Кто? Где? Чего? Вот у меня чек и просрочка в рюкзаке. Приехал. А где? Кто? Вот уперлась и все. Никого звонить не будет? Вызвала полицию? Вызывать сюда никого не буду. Сейчас на вас ментов вызову. Ну, это и нас вообще непонятно. А с рекламентов отдела. Космос у нас тут. Здравствуйте. Что случилось? Что теперь? Они три косаря. Им за... Как сказать? Госучреждение за ложные вызовы будут платить. И что они делать будут? Что за канал? Канал неважный, я думал, какой. Не, а с какой целью? Канал потребителей. Вот смотрите, я пришел. Канал, мой канал. Сейчас, послушайте, объясняю. Секунду, вот вы пришли, да, вы сейчас спросили, что за канал? Ну, например, если это вдруг канал, если люди, например, журналисты, то вне зависимости от того, какой именно это канал, у них будет право на видеофиксацию. Ну, а с какой целью? 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 Продолжение следует...